Я заключил с этой организацией контракт на 4 боя. Заранее знаю, что все соперники у меня будут очень интересные. Каждый последующий будет лучше предыдущего. Все будут бойцы хорошие, известные, именитые. Ну, в принципе, то, что и хочет, и желает наш зритель, наша публика. Всем привет! Вы смотрите канал Труджим. Сегодня мы поговорим о следующем бое Александра Емельяненко. 5 мая в Екатеринбурге он выйдет против экс-бойца UFC Габриэля Гонзаги. Того самого, кто отправил спать Мирка Крокопа его же коронным ударом – хайкиком. Но это было 10 лет назад, а сегодня Гонзага не выступает 2 года. И в своих последних боях он также особо не блистал. А Емельяненко-младший на сегодняшний день находится на пике. Но давайте обо всем по порядку. Гонзага – хороший, опытный боец. Выступал с хорошими, сильными бойцами. Мне очень импондирует он как боец. Мне приятно будет расти в своей спортивной бойцовской карьере. Габриэль Гонзага последний раз дрался 2 года назад. Большую часть своей бойцовской карьеры провел в UFC. И даже выходил на поединок за пояс чемпиона против Рэнди Кутюра. Но проиграл в третьем раунде техническим нокаутом. На его счету 17 побед и 11 поражений. Он дрался с такими бойцами, как Джуниор Дос Сантос, Стипи Миочич, Фабрисио Вердум, Мэтт Митрион. Но всем им проиграл. Гонзага – средний боец. Но при этом его нельзя недооценивать. Он может как ударить в его послужном списке 7 нокаутов, так и сделать болевой или удушающий. В рекорде 9 сабмишинов. И что стоит отметить, только три боя бразильца дошли до судейского решения. Поэтому, если два года простоя Габриэль тренировался и залечивал травмы, то он может оказаться самым серьезным и опасным соперником Александра после его выхода из тюрьмы. Александр Емельяненко после выхода из тюрьмы провел три боя. Против Джеронима Дос Сантоса, Вирджила Цвикера, Шимона Байера. И во всех одержал победы нокаутом. Но в каждом бою, помимо молниеносных сокрушительных рук и легкости в ногах, Александр также показал старую стойку с опущенными руками, которая вполне может стать ключом к победе какого-нибудь соперника с нокаутирующим ударом. Каков Емельяненко в борьбе, пока непонятно. Но в своем инстаграме боец заверяет поклонников, что он и в борьбе может составить конкуренцию любому. Кстати, именно Гонзага может стать первым соперником, кто постарается перевести Александра на землю. То, что я не выкладываю какие-то моменты тренировочного процесса борьбы, это не значит, что я не борюсь и не уделяю этому внимания. Я просто не знаю, что показать. Как вот мы просто боремся, это неинтересно будет людям. Какие-то приемы разбирают, но их тоже много, миллион всего. Я постоянно работаю, мне очень нравится грепплинг, мне нравится вольная борьба. На счету Емельяненко 26 побед и 7 поражений. Он находится в своей лучшей форме, и, как говорит сам, это еще не предел. А удастся ли ему продолжить рост, покажет время и его бои. Кстати, сейчас Александр заключил договор на 4 боя с RCC Boxing Promotion, той самой организацией, где выступает непобежденный уральский халк Иван Штырков. Но из клуба Ахмат Емельяненко также не уходит, и между этими боями будет выступать и на турнирах Лиги Рамзана Кадырова. Как вам новый соперник Александра? Сможет ли он составить серьезную конкуренцию нашему бойцу? Пишите ваше мнение в комментариях. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Обзор подготовил Яков Летов. Озвучил Свежинцев Роман. Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале Труджим. Не без разницы, кого побеждать. Я готов драться практически каждую неделю. Можете одного соперника уводить, другого заводить. Просто во время боя постоянно случаются какие-то травмы, микротравмы. Мне приходится постоянно залечивать руки. Я их разбиваю оппонентов своих. Настолько сильные, качественные удары, что не выдерживают суставы.